Читаем вместе. Книга притчи Соломоновых, 25 глава. И это притчи Соломона, которые собрали мужи и зеки царя Иудейского. Слава Божия облекать тайной дела, а слава царей исследовать дело. Как небо в высоте и земля в глубине, так и сердце царей неисследимо. Отдели примесь от серебра, и выйдет у серебреника сосуд. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдой. Не величайся пред лицом царя, и на месте великих не становись, потому что лучше, когда скажут тебе, пойди сюда повыше, нежели когда понизят тебя перед знатными, которого видели глаза твои. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя? Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил тебя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах – слово, сказанное прилично. Золотая серьга и украшение из чистого золота – мудрый обличитель для внимательного уха. Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду. Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками. Кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кость. Нашел ты мед – ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его. Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не присытился тобой и не возненавидел тебя. Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего. Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напои его водой. Ибо делая это, ты собираешь горящие угли на голову его. И Господь воздаст тебе. Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в просторном доме. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым. Как нехорошо есть много меда, так домогаться славы не есть слава. Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим.